кстати в графический дизайн вы никогда не пытались маленькое подразделение открыть какой-нибудь дополнительный графический дизайн вы знаете как вот я могу очень простую такую историю да вот в архитекта который начинает у него обычно вот есть так сказать все вот эти развилки первая развилка люди начинают обычно с интерьера в интерьерах есть доходная часть под названием мебель и таскать оборудование квартира есть большое желание так сказать как бы это взять себе поэтому первая развилка мебель продавать или не продавать если ты прошел мимо как говорится остался архитектором если ты повернул налево в сторону мебели очень скоро ты значит да понятно совсем так и придет другую сферу следующая развилка конструкторы инженеры значит нужно ли иметь всех специалистов бюро опять же такая очень развилка все ее проходят кто-то таскать остался на этих позициях мы для себя решили после определенного опыта что нам нужен только один инженер и аутсорс широкий да аутсорс который позволяет найти наиболее скажем качестве качественный сервис и наиболее подготовленную группу для той или какой-то еще задача который может это сделать быстрее дешевле эффективно конструктор там все-таки нам свой не тоже не конструкторы лучшие вот должен быть лучший конструктор держать на себя на таскать бюджете от архитектурного проектирования просто нереально дело в том что скорость работы конструкторов инженеров и архитекторов она совершенно так сказать различается мы можем там два месяца так сказать рожать эту концепцию мучиться ужасные не так сказать все это не то и переделывать и а там ребята зарплату будет получать ну да он будет сидеть и так сказать практически мы его не сможем обеспечить работой если мы не начнем принимать ну какую-то стороннюю работу да то есть кто-то архитектора сделал а ты значит берешь и делаешь рабочкой при него но мы этого никогда не делали я надеюсь не будем и единственное что сохранилось и это довольно эффективно сказывается на как бы положение компания наличие там двух департаментов интерьера интерьер и архитектура они так сказать друг другу дополнение у них управление единой лет прямо ради отчетности и вообще две компании то есть мы объединены общим брендом и соответственно это единый офис единый коллектив но юридически и финансово это разные ваши компании одна из двух компаний которые декларируют сервисный европейский подход к архитектуре есть еще вторая компания ну вот такая вот прям известно понимаете о ком я то есть ну вот насколько часто вы пересекаетесь в проектах в деятельности с бюро спич ну такой вопрос как говорится довольно болезненно если там если честно пересекаемся постоянно на конкурсах в основном вот ну скажем так чтобы победить там пока есть только одна небольшая работа где проект который таскать участвовал спич конечном итоге перешел нам и мы его проект сделали он сейчас реализуется а так в общем обычно проигрываю очевидно компания которая декларирует свои услуги ну наверное лучше если мы проигрываю но сарказм такой читается острова без коми без коммент конечно конечно без в контексте передачи проекта вы делали проект на стадион динамо реконструкции его потом там история была что проект нет немножко не так мы участвовали в конкурсе международном конкурсе мы пригласили партнера нашего на тот момент это перкингс истман и технологов спортивных из канады и сделали собственно говоря конкурсное предложение вот ровно такой же я имею в виду рамках того же конкурса в котором участвовал и герат который выиграл спич который не выиграл значит буш с буковым это арена ну тогда они назывались чем из проекта 4 и еще какой-то еще какой-то итальянец сейчас даже не помню что-то такое невнятное он сделал вот собственно говоря то что сейчас реализуется она во многом похоже на наше предложение потому что наше предложение единственное было которое не подразумевала разрушение исторического стадиона фасада то есть мы вставляли и футбольное поле и концертный зал с баскетбольным так сказать этими всеми поселить ими вот в габариты это сказать существующего исторического стадиона когда насчет проект передали герату потому что сработал главу эффект у нас они очень похожи были но только у нас на 36 метров отметка была ниже потому что мы не делали внизу торговлю ну так он дешевле тогда существенно он три раза дешевле но он поэтому не интересна очередь ну вот короче говоря потом нам говорили значит люди из втб что и на самом деле то больше всего понравился наш проект наш он выглядел наиболее разумным и не более неразрушительным вот но тем не менее так сказать погнали забаву эффектом потом долго мучились тем что как бы все таки вот эту кепку насчет ее туда так сказать прижать но все равно выглядит он крайне громоздко процессе когда насколько я понимаю спич подключался к этому то они разворачивали поле и соответственно половину стадиона просто не шли стоит ли сейчас принимать участие в конкурсах но там же себестоимость чтобы сделать конкурс она очень высокая все равно если так по-настоящему делать в конкурсное предложение при этом принятие решения максимально непрозрачно все-таки есть такая проблема и сейчас все больше людей говорят что все больше мы в конкурсах просто мы не видим смысла только там европейских каких-нибудь на ваш взгляд стоит принимать участие ну вы знаете как мы для себя обычно по каждому конкретному случаю принимаем решение да нет в бесплатных конкурсах не заказанных мы не участвуем вот это лидер вот а относитель непрозрачности абсолютно согласен поэтому мы всегда во всяком случае последнее время пытаемся выяснить а кто наши конкуренты или таскать саму конечно и при наличии некоторых соперников мы в этих конкурсах и не участвую какое у вас отношение к союз архитекторов им нужно ли туда но такой главный вопрос у всех кто думает ступать не ступать а зачем я помню как вот мой друг к сожалению он тоже он ушел давно уже сережки сельев он тогда говорил про пятилетку трех красных книжек права насчет партийный и этот самый и членский билет союза архитекторов но это вот такие устремления у людей было были восьмидесятых годах у молодых архитекторов сейчас чем интересно что ты в принципе может достигнуть достаточно серьезного таскать уровня не будучи ни членом союза конечно не вообще каким-либо членом единственное ты должен быть если ты являешься там владельцем лесовладельцем бюро что бюро должно быть на членом сырого но приз теперь это уже вот это ну сыро объединяется на на приз вот значит каким-то образом двигается вся эта история с национальным реестром архитекторов очевидно с палатой архитекторов поэтому в принципе структура как бы на мой взгляд выглядит достаточно разумно когда союз архитекторов это общественная организация объединяющая архитекторов так сказать скажем так по интересам то есть это некая принадлежность вот к этому клану архитекторов который объединяет не только вот проектировщиков скажем так ну и людей которые там пишут книги в архитектуре там преподают это там отдельная история но сейчас же все как бы за себя и вот такого я явного цеха так да не видно все каждый за все за себя это еще таскать кузьмин александр отметил что вот так сказать дает подрастающее поколение то есть то был моспроект один из проект 2 спектре уже четыре команды но даже футбол рубились а потом когда это все так сказать стала вот выливаться уже на поле такого частного бизнеса в принципе ну да мы так приблизительно друг друга знаем то я имею ввиду этом знаю конечно и дружу там с волоть плотки нам или там другими архитекторами вот но сказать что мы там каждый день там с ним видимся в баре союза архитекторов уже он имел серьезный смысл до 55 года вот год моего рождения значит союза архитекторов был его суть и цель хотя она была сталинская абсолютно да но тем не менее это было там серьезнейшая общественная организация с моим с мощными правами и возможностями значит все так сказать ушло вот и собственно говоря от этого удара так союз архитекторов особый не оправился вы как-то сказали что на рынке интерьеров мы в основном конкурируем с нашими бывшими сотрудниками ну может там плюс минус но вот общий смысл такой получается что есть реальная ситуация когда впоследствии сотрудник начинает клиентской базы работать к сожалению да у нас нет законов и нету так сказать рычагов которые бы как в америке там а клиенты на это идут то есть они а клиенты идут радостно ну даже они получают такой же практически продукт на дешевле вот ввиду того что никаких моральных принципов так сказать в нынешнее время никто не заморачивается поэтому это в общем такая реальная проблема достаточно непростая но это же не может превращаться у людей которые так делал долгосрочный бизнес по сути на чему очень даже долгосрочный очень даже так сказать серьезно нам бизнес потому что там имея определенную склонность и проработав у нас там лет семь-восемь они получают очень серьезный профессиональный багаж который позволяет а в интерьерах там цикл значительно короче и поэтому сокращая все же стремятся сократить сроки основная проблема это сроки когда люди приходят и говорят нам в декабре надо переехать им гряду из какого дуба вы упали значит когда декабря приходит в ноябре декабре мы только скажем так концепцию нарисуем и с вами согласны нет нам надо декабря ну и либо посылать либо значит чего-то таскать как-то вот ну и этим пользуются многие не очень добросовестные люди которые подписываются что мол давай я потом начинается таскать там всякое такое как вам новое благоустройство москвы история со моей улице и с вот этими типовыми решениями пешеходными ну в общем все что произошло с москвой за последний год я честно говоря тут приветствую единственное что вызывало таскать некоторые раздражения я думаю не только у меня это невероятная скорость реализации этого которая привела к в общем тяжелым до последствиям для горожан последний но вот этот год слава богу как-то центр был уже более-менее приличном состоянии а заряди как вам но такой топовый проект сразу скажу что с одной стороны вот это прям флагман с другой стороны типовые обвинения типа вид на кремль перечеркнули ну то есть понятен пол тех кому он не нравится как с точки зрения архитектуры как с точки зрения для города он вам ну там во-первых хорошие архитекторы работали там вот второй момент ну в целом наверное это такое яркое впечатление выйти на этот клюв не вы и посмотреть виду того что вообще мало аттракционов таскать а народ очень любит говорится зрелище конечно то с точки зрения туристического такого объекта это конечно номерацию феноменальный интерес а то что так близко к кремлю но там такая сакрализация есть что там прямо нельзя вот я гораздо проще как отношусь мне например очень нравится сети как вот за доскать этими за силуэтом кремля и что ты едешь вот со стороны котельников как там возникает этот вот символ чем-то мне говорили сказать на самом деле впечатляющее впечатление на и это хорошо что это есть потому что это ну такой признак как бы первого не третьего мира вот что касается в заряде но не знаю вот там сходим в эту филармонию посмотрим очень плохое качество строительства к сожалению вот это наверное единственное что можно то есть как бы с точки зрения идеологии наверное такой парк мог бы быть вот другой стороны там какой-то роскошный так сказать комплекс такой жилой с гостиницами с какими-то внутренними пространствами связаны с торговли с ресторанами и прочее тоже мог бы быть и ничуть бы не меньше он привлекал людей только немножко других потому что конечно основной контингент который ты верю заряди это публика который приезжает туристы конечно туристы да это китайцы туристические вот участвовать в разработке закона брать до то есть у вас союзом архитекторов в тесном взаимодействии я взаимодействие со стороны ну срыву и со стороны таскать палатой ну не то чтобы как-то я очень глубоко в это но тем не менее какое-то время удается уделить а нужен вообще-то закон так по сути потому что мнение тоже разделились зачем нет его не надо не не корректируйте вы надо полностью делаем и сать его сейчас нет то да и он должен называться профессиональной архитектурной деятельности и он должен защищать права архитекторов причем на таком уровне с тем чтобы восстановить таскать статус профессии в этом безнадежном обществе да к сожалению вот но над ним работают над ним работают юристы я видел какие-то таскать там отрывочные значит эти новые версии ну это какая-то переписана просто из там что-то из град кодекса общем куча какой-то глупости а на вопрос а вот вы можете писать вот что защищает архитектора от не скажем не очень цивилизованного заказчика но я спрашивал да вот если придет заказчик с ножом ничего нет ничего нет то есть строительное лобби дожала вот тогда этот град кодекс и продолжает собственно говоря разрушать таскать всю эту историю вы работали и при лужкове при собянине и тот и другой очень очень сильно поменяли облик москвы при ком работалось легче кто был по ощущениям покруче ну начало бы не заурядно же насчет крутизны и скажем так и не мне судить вот относительно того что происходит все-таки наши основные постройки которые закончены и которые там реализованы и многим известны и они были сделаны до того как сергей семёнович пришел как говорится вопреки или несмотря него на после того как сергей семёнович возглавил город у нас честно говоря ну так сказать есть работа что-то мы делаем но уже конечно не в таком объеме как свое время какой-то степени наверное изменился и отношение там как-то она структурирована по-другому вот поэтому у нас какая-то большая была пауза достаточно в строительстве но сейчас вроде это сказать эта пауза заканчивается слава богу поэтому я так думаю сергей семёнович выиграет эти выборы я не сомневаюсь да я тоже не сомневаюсь и у нас будет скажем так возможность лет через пять как-то оценить уже более . на основе реального материала мы сейчас с вами сидим на армии это пример промзоны которая сделана но это почти топ уровень то есть сюда вложены большие деньги это превратилась в общественное пространство там максимально высокого уровня из возможных сейчас москве в промзонах при этом большое количество промзон находится в разной степени запустений существует проблема того что их формально превращают в арт-кластеры туда кто-то заезжает какие-то арендаторы делают что хотят но при том что там довольно серьезный уровень архитектуры исторической часто встречается и есть ощущение что промзоны но с помощью вот этого механизма от кварталов придерживают для будущих девелоперских проект на что сейчас это от квартала дальше там уже зачистим сделаем что на мой взгляд нужно делать с московским промом которого очень много ну вы знаете как в частности я наверно согласен с этой идеей что это придерживается какой-то степени например я знаю владельца ну реально владельца вот этого комплекса здания где арт-плей находится и помню так сказать мы с ним общались на предмет того что там делать вот ну и в конечном итоге для его убедили это разумно так сказать и не вкладывать деньги а вот так сказать создать такое пространство которое там через там 10-15 лет полностью там себя окупит и ты можешь продать его вот либо значит набравшись уже так с к серьезного опыта тогда приступишь к реализации какой-то девелок русской мечты как прочим вот край на красной розе свое время где было арт-плей номер раз александр ильич клячин так сказать сделал эту историю дальше там они закончили этот вот бизнес квартал а у вас конечно удивительное место очень хорошее не очень так сказать рады и довольны то что это единичная история так вот что прямо сделали обычно то тут недалеко электрозавод есть электролампы мэлс который который вот скоро развалится там ну то есть такого много здесь приложили много усилий и так сказать вот охранники я имею ввиду из охраны памятников девушки много таскать сил потратили и принципе таскать и архитекторы неплохие работали поэтому я считаю что это конечно там качественный пример но далеко не у всех есть такая архитектура как архитектура газгольдеров конечно но тут даже такая история нам предложили сначала помещение в газгольдере с видом на это здание звучит хорошо мы посмотрели решили можем посмотреть из этого здания на газгольдер ну и когда вы сюда пришли эту картина совершенно изменила и мы там однозначно приняли решение что да конечно здесь они в газгольдере потому что все-таки смотреть на эту историческую архитектуру восстановленную принципе интереснее чем то сказать данном случае неплохой эффективный дом но так сказать не более чем вы бы хотели стать попробовать опыт главного архитектора города рассматривали бы для себя это или отказались бы сразу однозначно я могу так сказать что когда вот этот процесс шел то были такие разговоры были обращения по этому поводу но конечном итоге вот этого контакта с с руководителями московского стройкомплекса не произошло поэтому они являлись определяющим фактором убила в той или иной степени думаю что да вот поэтому начнет вопрос как бы закрылся сам собой на благо интересном было ну тогда да сейчас нет сейчас уже сейчас уже конечно нет потому что ну это требует колоссальных усилий вот а то что изменилось в этой связи но она изменилась конечно кардинально сравнение главный архитектор кузьмин и главный архитектор кузнецов это две большие разницы я не буду гореть там конечно хорошие страны это это просто абсолютно разные типажи разные таскать уровень понимания города поэтому ну значит всему свое время у вас совершенно уникальный пример того что вы с со своей женой вместе ведете бизнес давно но это совершенно вот все говорят что тут прям невозможно может когда семья участвует как так получилось но это действительно необычно соответственно как у какое разделение обязанностей там может быть она это интерьерная история там или как это все ну давайте так как там получилось это покрыто говорится мураком времени не 25 лет назад это произошло и уж получилось и получилось дальше безусловно она внесла там колоссальный вклад в развитие компании может быть без нее бы она бы так сказать так долго и не существовала ее основная функция и усилия как всегда были направлены на естественно то что она знает значительно лучше это вот интерьерный департамент она возглавляет ну нет там возглавляет его денис купшинников который является директором департамента вот она но как бы курирует то сказать то есть она считает что большую архитектуру компетенции особых нету поэтому она и интересуется директор по стратегии ну в основном да вот многие вопросы там связанные с жизнедеятельностью компании с ее там внутренним скажем так укладом взаимоотношения с коллегами сотрудниками как это вот является ее такой компетенции но все все же они там с ними люди работают там и ну видите как вот если из двух зол можно выбирать меньше то лучше с ними не работать и на ваш взгляд какое вот самый самый общий минус и понятно ну там масса так сказать проблем во первых там смена постоянный персонал с кем-то имеешь дело плюс так сказать очень частое отсутствие какой-либо профессиональной серьезной подготовки и компетенции плюс отсутствие заинтересованности в конечном продукте и качестве результата так сказать интересуется в основном своем карман ну то есть это как бы очевидно так сказать настолько что ну что тут говорить но самый главный минус то это долгоиграющие риски на протяжении лет после уже закрытия контракта виде гарантийных сроков там и разной степени опасности пунктов договоре ну договора такие что конечно даже там когда читаешь мурашки похожи но потом сколько примеру после олимпиады посажали сколько после от с то есть это ну да понятно промолчи последний вопрос на край позитивные крайние дамы три вещи которые вы бы сделали если мы сейчас открывали архитектурным бюро но можно трактовать как ваш совет тем кто открывает но вот применительно к себе вот закончили парни институт амбициозные очень квалификации хорошие поработали в каком-нибудь хорошем бюро вышли на улицу открыли вот это надо во первых обратить внимание вот этот вот срок он должен быть не менее на мой взгляд там пяти там десяти лет с тем чтобы люди прошли так сказать весь это курс бойца курс бойца да ну такого причем и обкатанного уже не только так сказать на полигоне но уже и в реальном боевых действиях ну я имею ввиду то есть реальными заказчиками реальные стройки вот когда вот человек это все достаточно хорошо понял то собственно говоря ему и может быть и время если он не хочет больше так сказать оставаться в каких-то структурах а чувствует все силы взять на себя риски а риски очень большие значит ответственность перед людьми и перед клиентами это ответственность за деньги и прочее ну как говорится он готов либо другой вариант от обратного прямо еще на первом курсе создать бюро ну вот и так сказать пройти через вот этот путь нескольких крахов потому что кончится этого там несколькими крахом это зависит от темперамента человека никаких рецептов нету ну вот открыли бюро все-таки вот эти бизнес гуру все это чушь собачья ну потому что как говорится каждый конкретный случай приводит каждым конкретным результатом или не приводит очень трудно сказать но открыли бюро ну хорошо чего вот и три вещи все-таки но вот вы открыли бюро внутри вещи бюджет тщательный контроль за бюджетом то есть выстроить систему контроля каждого ли от финансовых операций которые шармирована быстро максимально трепетное отношение к сотрудникам и там какая активная поддержка ключевых сотрудников но их будет же один или два человека поначалу то есть тут история то когда вот они открывают там вот вопрос о чем на либо это наняты люди либо это партнеры если это партнеры то дай бог так сказать удержаться партнерах потому что примеров ну в моей например жизни там у меня было несколько партнеров ну так или иначе мы там рано или поздно расходились по-доброму то есть мы не не таскать со всеми остались очень хорошие а драматично это было но когда с партнером расходишься драматично печально ну не то чтобы печально скажем так ну понимаете как вот есть там цикл какой-то да вот не может жить быть там полностью состоять из удовольствия успеха там радостей здоровья и прочее естественно так сказать человек для того чтобы стать человеком должен там пройти все поэтому третье это как сказать это чувствовать удачу потому что часто очень бывает когда вот эта удача проходит мимо в виде там знакомого или какого-то девелопера или какого-то заказа и вот это интуитивное чувство его надо в себе очень-то активно развивать даже он может пройти мимо и все из там какой-то следующий его подхватил и потом стал неожиданно великим архитектором через какое-то время началось все именно вот этой встречи от которой ты отказался или как-то таскать и провел недостаточно правильно или хорошо а другой который таскать провел эту встречу правильную после этого папа у нас трое в нью-йорке 20 лет понял намек понял хорошо спасибо большое не что